В первом квартале 2024 года в Нижегородской области обнаружили 32 фальшивые купюры на общую сумму 105,5 тысяч рублей. Это на 9 банкнот меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщили в Волговятском управлении Банка России. Самый популярный номинал – 5 тысяч рублей. Таких подделок нашли 18 штук. Далее в ходу у фальшивомонетчиков купюры в тысячу рублей – 8 единиц. Затем 2 тысячи и 500 рублей – по три каждая. Отличить фальшивку чаще всего можно невооруженным глазом, на ощупь, на просвет и повернув купюру. Бумага даже, фальшивая купюра, она более гладкая. Настоящие деньги более плотные, хрустящие, несколько шероховатые. Защитные нити имеют приливающиеся свойства, ни в коем случае не отделяются от бумаги. В поддельных купюрах, она очень часто, ее прям даже можно без специальных средств или иголочкой, или даже иногда пальцем, она отделяется прекрасно, как будто прошита, как будто насквозь. Ее прям очень хорошо даже видно невооруженным глазом. У липовых купюр плохая цветопередача, размытаясь мелких деталей. При сгибе бумаги краска начинает осыпаться. Под воздействием воды или спирта смываться. Еще один способ проверить подлинность банкноты – обратить внимание на номера слева и справа. Цифры должны совпадать. Очень внимательно надо быть просто, элементарно к записям. Потому что существуют не только подделки как таковые, но и мошеннический способ расплаты деньгами, на которых просто может быть запись сувенир или не является платежным денежным средством. Если эти записи есть, это уже не фальшивое маничество, но тоже можно этому попасть. Информация о признаках подлинности банкнот размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Там подробно описаны все степени защиты и отличительные знаки купюр.